Я приветствую вас на своем канале. Очередная порция новостей из мира Турции и туризма на подходе. Мы сразу приступаем. В одном из предыдущих роликов я вам уже рассказывала о проблемах, которые возникли у авиакомпании Southwind, а следовательно, они возникли и у туристов. Больше всего сейчас переживают путешественники из Калининграда, которые до сих пор так и не могут понять, отправятся ли они на отдых в Турцию или все-таки рейсы будут отменены. На данный момент туроператор Pegas Touristic, который вплотную сотрудничает с авиакомпанией Southwind, не подтверждает отмену этих рейсов, а туристы сидят на чемоданах и нервничают. Представители турбизнеса сейчас очень надеются на то, что все-таки Southwind удастся разрешить проблему с рейсами из Калининграда в Анталию. Вот что говорит один из представителей турбизнеса. Мы все с нетерпением ждем, как все решится и очень надеемся, что чартеры из Калининграда в Турцию все-таки будут поставлены. Турагенты отмечают, что рейсы у Southwind из Калининграда в Анталию действительно очень востребованы, а на их самолетах наблюдается довольно высокая загрузка. Большинство туристов не спешат отказываться от туров и, как уверяют турагенты из Калининграда, таких случаев практически не наблюдаются. А что же делают путешественники? Они ждут новостей от авиакомпании Southwind, буквально сидят на чемоданах и все-таки надеются на то, что их отпуск на Анталийском побережье состоится. На данный момент некоторые туристы, возможно, и хотели бы отменить свои туры, либо выбрать какие-то другие варианты, но не могут этого сделать без потери определенной части средств. Дело в том, что официальных заявлений от авиакомпании об отмене рейсов из Калининграда в Анталию не поступает, а это означает, что если турист обратится к своему турагенту, либо напрямую к туроператору и захочет отменить свой тур, то ему придется оплатить фактически понесенные расходы. И, конечно, никто из путешественников не желает этого делать, поэтому все ждут новостей от авиакомпании. А что же делает авиаперевозчик Southwind? Еще в прошлых роликах я вам говорила о том, что представители компании сейчас подают в суд, в частности, в европейские суды и хотят оспорить решение Европы о закрытии своего воздушного пространства для Southwind. И, как отмечают эксперты, такое действие вполне может дать шанс путешественникам из Калининграда на то, что все-таки им удастся полететь напрямую из своего города в Анталию в этом сезоне. Вот как комментирует ситуацию эксперт. Рассматривать вопрос, думаю, будут около полугода, и в это время самолеты теоретически смогут летать. Таким образом можно спасти сезон. Однако, если события начнут разворачиваться по иному сценарию, то туристам из Калининграда ничего не останется сделать, как лететь в Турцию с пересадкой в Москве. А что это означает? Это означает, что они будут нести дополнительные расходы. Анталия не единственное направление, которое сейчас находится под вопросом для жителей Калининграда. В такой же ситуации находятся и рейсы, которые должны осуществляться авиакомпании по направлению в Стамбул. На данный момент до сих пор какой-либо информации от авиаперевозчика Southwind не поступает. Мы будем тщательно следить за каждой новостью от авиакомпании. Как только появятся новые детали, я вам обязательно сообщу. А у меня для вас есть отличная новость от нашего любимого экскурсионного бюро Correct Tour. В этом году всем моим зрителям становится доступна услуга по организации индивидуальных туров. Если вы приезжаете на отдых в Турцию большой компании в составе нескольких семей или, возможно, вас ожидает корпоративный отдых с коллегами, то при желании вы можете обращаться в Correct Tour, где вам организуют индивидуальную экскурсионную программу с учетом всех ваших пожеланий по специальной приятной цене. К слову, там же можно заказать и частную яхту. Ну и, конечно, все мои зрители, как и прежде, могут бронировать стандартные экскурсии из курортов Анталийского побережья. Если тема для вас актуальна, все контакты менеджеров вы найдете в описании под этим роликом. Там же можно ознакомиться с ценами и ассортиментом у Correct Tour. Мы уже не первый год обсуждаем с вами тему поднятия цен на туры в Турцию и, казалось бы, в этом сезоне отельеры нам пообещали оставить стоимость проживания на уровне 2023 года, по крайней мере, в евровом эквиваленте. Но что мы видим? Экономисты Турции предоставляют информацию о том, что если отельеры не поднимут цены на 20% в сезоне 2024, то они начнут нести серьезные убытки. Конечно, в первую очередь они обосновывают свои тезисы инфляции, которая наблюдается в стране с 2022 года. Казалось бы, ну куда же делать цены еще выше? Однако, если мы посмотрим на разъяснение турецкого экономиста, то увидим в его словах здравое зерно. Так, по его словам, в первые три месяца в Турции была зафиксирована инфляция 15,6%, при этом в первую очередь цены повышаются на продукты питания и услуги, а это ключевые затраты отельеров. Далее он обращает наше внимание на курсы валюты. Да, в течение трех месяцев курс лиры по отношению к доллару и евро понижался, однако он не успевает за инфляцией. Так, в первые три месяца лира подешевела к доллару на 8,3%, евро на 6,19%. По словам эксперта, такое положение дел приводит к тому, что когда отельеры меняют евро на лиры, либо доллары на лиры, то они теряют значительную часть своих доходов, а при этом цены расти продолжают. Туристический сектор не может продолжать испытывать такое давление на обменный курс. Они должны повысить тарифы как минимум на 20% в пересчете на чистую иностранную валюту, чтобы достичь баланса. Уверена, что многие турецкие отельеры охотно бы согласились с мнением экономиста и подняли цены на 20%. Однако у турецких гостиниц есть опыт предыдущего года, когда в начале сезона они завысили цены, далее ожидания многих отельеров не оправдались, многие гостиницы не смогли обеспечить себе стопроцентную загрузку и поэтому ближе к осени начали снижать цены. Кроме того, многие гостиницы уже, конечно же, заключили контракты с туроператорами, где зафиксирована цена в евро. Ну и в этом году некоторые отельеры пересмотрели свою ценовую политику, обращая внимание на опыт предыдущего года и теперь ориентируются не только на уровень своих затрат, но и на платежеспособность туристов, которых они привлекают на отдых. Ну а воплотиться ли рекомендация экономиста в жизнь покажет время и сезон 2024. Ну и раз уж мы с вами коснулись темы цен на туры в Турцию. Предлагаю разобрать информацию, которую опубликовали на сайте Ассоциации туроператоров России. Специалисты АТОР решили разобраться, как изменились цены на туры в Турцию за год и когда выгоднее всего приобретать путевки на лето. Ну, во-первых, нам сообщают о том, что у многих туроператоров закончилась классическая акция раннего бронирования, однако где-то по некоторым отелям точно все еще действуют акции и продлятся они у некоторых туркомпаний до конца апреля, а у других и вовсе до конца мая. Правильно ли утверждать, что если акция раннего бронирования закончилась, то теперь нам стоит ожидать повышения цен на путевки? Давайте разбираться. Прямо сейчас перед вами появится таблица, где вы можете увидеть цены на туры в конкретные отели на 10 ночей на двоих с вылетом из Москвы, с питанием все включено. В таблице представлены цены марта прошлого года и стоимость туров, если их брать в апреле текущего года. Для того, чтобы правильно разобраться в ситуации, нам нужно вспомнить, что на конец марта 2023 года курс евро у туроператоров составлял 86 рублей 30 копеек, а на начало апреля 2024 года курс составляет 103 рубля 10 копеек. Это означает, что курсовая разница по сравнению с вышеобозначенным периодом сегодня составляет более 19%. Так, если мы посмотрим на таблицу, то увидим, что только у двух гостиниц цена даже несколько снизилась, но незначительно. У 13 отелей цена повысилась, но это повышение меньше, чем вот эта вот курсовая разница в 19%. У шести отелей из таблицы цены повысились, и, как правило, это такие гостиницы, у которых наблюдается хорошая загрузка, которые пользуются большой популярностью у туристов. Таким образом, мы можем сделать вывод, что рост рублевых цен на Турцию за год, во-первых, наблюдается не повсеместно. Туры в какие-то отели на лето сейчас даже в рублях дешевле, чем год назад. А в подавляющем большинстве остальных случаев объясняется тем, что курс рубля падает по отношению к евро. И здесь эксперты особенно подчеркивают, что никакого повышения на 30, 50 и так далее процентов нет ни в одном сегменте. Теперь давайте разбираться, когда действительно выгоднее всего бронировать туры в Турцию. Я знаю, что мои зрители разделяются на два прямо противоположных лагеря. Одни утверждают, что ранее бронирование уже давно не работает, и его использовать нет смысла. Другие мне пишут, что на постоянной основе прибегают к раннему бронированию, что помогает им экономить средства. Давайте же посмотрим, какую информацию на данный счет нам доносят в Ассоциации туроператоров России. А специалисты АТОР говорят о том, что на данный вопрос никакого конкретного ответа не существует. Дело в том, что турецкие отели ведут свою собственную ценовую политику. Если мы посмотрим на один отель и скажем, что да, его нам удалось забронировать заранее и при этом сэкономить значительную часть средств, то в то же время мы можем взять, в пример, другую гостиницу и понять, что ее было выгодно бронировать прямо перед поездкой. Почему так происходит? А происходит это так, потому что очень многие отели на стадии раннего бронирования в начале сезона тестируют цены. К примеру, они устанавливают определенную стоимость, тестируют, смотрят, как активно или неактивно бронируются номера. И, конечно, если номера активно не бронируются, то они ее понижают. Поэтому точно и однозначно сказать, что раннее бронирование на 100% работает, мы не можем. Как и не можем сказать, что оно на 100% не работает. Однако, можно проследить какие-то общие тенденции в данном вопросе, но при этом важно помнить, что существуют и исключения. Специалисты АТОР говорят о том, что если, к примеру, сравнивать цены на туры в июне-середине марта и в начале апреля текущего года, то мы увидим, что за эти две недели понизились цены на туры только в пяти отелях из 21 в списке. Снижение незначительное и в основном составляет 3-5%, то есть речь идет о 10-15 тысячах рублей. Но здесь речь идет только о пяти отелях из выше приведенной таблицы. Если же взглянуть на большинство гостиниц, то туры в них в рублевом эквиваленте по своей стоимости повысились. Но это повышение незначительное и составляет 3-8%. Однако, что касается отелей категории Deluxe, то здесь наблюдается значительное повышение. После того, как закончилась акция раннего бронирования, у многих гостиниц мы на 15-24%. Также есть и случаи, когда в популярных отелях уже раскуплены все стандартные номера, остаются только более дорогие и ввиду этого также повышаются цены. Какой вывод из всего этого мы можем сделать? Если гостиница видит, что у нее прекрасно идут продажи, что гостиница востребована, то, конечно, отельер повышает цены. Если же наблюдается обратная ситуация, когда гостиница не удается заполнить свои номера, то цена снижается, что довольно логично. Поэтому, когда мы задаемся вопросом, когда же выгоднее всего покупать туры в Турцию заранее, либо непосредственно перед поездкой, мы не можем получить на 100% правильного ответа. Почему? Потому что у каждого отеля, как я уже обозначила выше, своя ценовая политика, своя ситуация и, соответственно, здесь, конечно, уже вам самим нужно принимать решение, как действовать. Я в этом плане вам ничего советовать не стану, потому что многие из вас опытные путешественники, вы прекрасно знаете, как все это работает. И здесь я рекомендую вам полагаться исключительно на собственный опыт. Ну а теперь давайте же посмотрим, сколько стоят туры в Турцию на июнь с вылетом из Москвы на двоих на 10 ночей, если покупать эти туры в апреле. Отели 4 звезды на данный момент обходятся в сумму в диапазоне 130-180 тысяч рублей на двоих с питанием, все включено и перелетом. Если брать бюджетные пятерки, то это 160-200 тысяч рублей на двоих на 10 ночей. Классические отели 5 звезд с хорошей развитой инфраструктурой на данный момент можно приобрести за 240-310 тысяч рублей на двоих. Что касается отелей 5 звезд выше среднего уровня, то здесь цены стартуют от 340 тысяч рублей и достигают 400 тысяч рублей. Если брать сегменты люкс, то здесь ценник варьируется в пределах 400-700 тысяч рублей на двоих. Ну и если брать самый тяжелый люкс, то здесь цена уже начинается от 900 тысяч рублей и доходит до полутора миллионов. Краткое напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом, потому что это помогает мне развивать мой канал. Ну а если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Сезон в Турцию уже начинается. Здесь вы будете находить всю самую последнюю и актуальную информацию из мира Турции и туризма. Также обязательно найдете обзоры отелей и экскурсий. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть те ролики, которые прямо сейчас появятся у вас в рекомендациях. Возможно, некоторые из них вы пропустили. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя. Мы обязательно увидимся в следующем видео.